про женские права цветы как подарок и стандарты красоты о чем говорит город говорим и мы обсуждаем самые интересные на наш взгляд события последних дней в эфире соседский вайфай в студии дарья козина и лидия шулаева подключаемся опять все смешалось в доме облонских у нас дарья сидит на диване все потому что 8 марта 8 марта мужчины отдыхают прекрасный состав я просто решила что в этот день должно быть больше больше красоты и петр палыч как-то в эту концепцию не очень вписывался поэтому здесь 8 марта это праздник который там мы изначально ассоциировался с равноправием женщину как ты вообще относишься к равноправию мужчин и женщин равны или не равны все-таки две единицы если меня неоднозначное такое мнение просто если говорить о семье в семейном институте каком-то то я за то чтобы женщина всегда оставалась хрупким таким существом который нужно оберегать ответственность должен брать мужчина но в случае когда крупные какие-то блогеры женщины которые пытаются достичь чего-то стоящего наверху на руководящих должностях например в политике здесь я конечно вот за равноправие потому что именно там наверху возникают такие перипетии вопросы по поводу того что женщина ну как-то не серьезно к слову о том что когда собчак у нас баллотировалась президент очень многие говорили о том что у женщины я не за собчак но 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 к слову о том что просто женщина как может быть женщина президентом что значит как легко нет я вообще конечно с одной стороны тоже не за равноправие потому что я люблю когда мне открывают дверь например хотя нашим оператором мальчиками всегда сама открывая дверь но это вообще святая история мне кстати давно работаю в новостях в какой-то момент выработался рефлекс но я привыкла идем с оператором пройди вперед открой дверь потому что у него штатив камера и это перенеслось на мою обычную жизнь и я нередко ставила мужчин в ступор когда мы идем куда-то вдвоем и я прохожу вперед открываю дверь мужик на мне смотрит что происходит вообще люблю чтобы мне дверь открывали чтобы не место уступали и вот все вот такие вот привилегии женские тоже люблю и даже вот то что ты говоришь добиваться каких-то высот успеха в жизни тоже считаю это некой женской привилегии потому что вот например я могу позволить себе работать я могу позволить себе самореализовываться достигать чего-то все потому что мой муж закрывает вот эти пустоты например оставаясь с ребенком отпуская меня на работу и это ну вот тоже я считаю что моя карьера этом такая моя женская слова в какой-то степени это же по сути тоже равноправие что мужчина может посидеть с ребенком и не чувствовать себя каким-то не таким не знаю униженным оскорбленным что вот я как нянька сижу с ребенком это не мужское дело то есть вопросы вот эти вот что мужское что женское но приравнивается все в этих каких-то моментах и опять же вот оно равноправие вот мы за такое наверное знаешь даже назвала бы это не равноправие на каким-то взаимоуважением вот наверное это уместно все-таки девочки должны быть девочками мальчики должны быть мальчиками и хотя там женщины вот современные феминистки отстаивают права женщин на то чтобы исключить вот эти списки неженских профессий хотим в шахту пойдем в шахту хотим там я не знаю рельсы класть дайте нам возможность решить выбрать потому что есть какие-то профессии куда женщины не берут априори они прямо в список включены ну зачем это все равно но женщина она женщина у нас какие-то есть привилегии перед мужчинами мы например родить можем они не могут я считаю что если с земли исчезнут все мужчины человечество не пропадет а вот если исчезнут женщины не знаю что будет с нашими мальчиками вот они феминистки нотки они этот не феминистки нотки я за то что женщин нужно хранить беречь заботиться о них и делать все для того чтобы они были счастливы потому что я считаю что атмосферу в доме и на работе и где бы то ни было делают женщины вот кстати не только 8 марта нужно говорить женщинам комплименты дарить им цветы то накануне 8 марта вот эта неделя перед 8 марта она напоминает предновогодняя очереди все 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 новости из повестки пропадают все мужчины мужики говорят а только чего подарить я не знаю бегают покупают какие-то там конфеты тюльпаны пряники еще чего-то колготки они ни о чем другом думать не могут потому что раз в год они этим занимаются а должны быть на постоянку и из-за этого и так вот неоднозначно отношусь к празднику 8 марта он как будто бы дает мужчинам право вот вспомнить о заботе раз в год ну вот я отстрелялся перед 8 марта да даже они такая поговорка есть молчи женщина сегодня не 8 марта вот я вроде как отстрелялся и весь год могу ходить курить бамбук цветы такие цветы на 8 марта дарил это уже как-то да такие настроения пошли но опять же у людей я думаю которые у которых с уважением с пониманием этого праздника немножко плоховато и вот именно такие мужчины которые ленятся лишний раз подарить женщине свою заботу внимание тепло они как бы вот ссылаются вот у тебя есть праздник у тебя есть один день в году и тогда ты это все получишь на самом деле это же прекрасно это еще один повод не знаю опять же уделить внимание мамам бабушкам сестренкам дочкам мы это здорово это классно или вот вообще ты считаешь цветает подарок или нет потому что перед 8 марта цветочные магазины мне кажется делают годовую выручку вот поработал перед 8 марта а дальше вообще можно расслабиться ну я наверное из тех людей которые из тех женщин для которой принципе вот букет цветов на 8 марта его будет достаточно только по тому простому факту что это опять же внимание внимание от моего мужчины это не знаю ароматы дома это красота и прочее это здорово вообще 8 марта это праздник весны и он знаменует то что вот ну все весна пришла зима сдалась и в общем-то мы это с вами видим не только положительно на дороге расставили вместе со снегом столько жалоб ты знаешь идет от людей звонят в наши новости на дорогах на основных магистралях снег сошел и дальше вот эти вот препятствия на въезде во дворы это какой-то кошмар я не знаю как мы будем жить дальше учитывая что плюс на минус мне кажется что ближайший месяц вот эта вот история с наледями на въездах во дворы будет продолжаться я переживаю за людей у которых автомобили и немножко радуюсь за людей у которых автосервисы мне кажется они как как цветочники на 8 марта в этом марте тоже неплохо под заработают потому что блин каждый первый автомобиль цепляет бампером вот эти вот перепады и что с этим делать пока неизвестно потому что в администрации говорят да мы знаем да мы стараемся но извините не справляемся и что делать теряли мне кажется ту грань когда проблему еще можно было решить быстро и как-то оперативненько сейчас уже конечно комплексная работа нужна чтобы восстановить все городские службы в то состояние когда они смогут нормально обслуживать но там на самом деле очень много проблем нехватка людей нехватка финансирования и вот даже вот те составы которые существуют сегодня если они в полном будут объеме выходить на улицу они все равно не уберут все эти последствия главная проблема все-таки недостаток финансирования отсюда как бы и люди работать особо не хотят потому что кто будет работать на добровольных начала да 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 и с техникой та же самая проблема из-за денег другой вопрос мне кажется взять погода сейчас и вот эта вот ситуация с дворами именно потому что проблемы во дворах они на центральных магистралях это такая будет серьезная проверка для новой команды депутатов потому что люди обычно жалуются куда на телевидении депутата они не идут в администрации они не идут в центр жкх еще куда-то в деп они идут они звонят на телевидении идут к своему депутату и говорят я голосовал голосовал ну-ка убери у меня эти сугробы и депутат так что да как нам в редакцию очень часто звонят нам вот тут посыпать надо да и мы берем бедро и бежим сыпать это тоже удивляет когда люди требуют от журналистов или депутатов чего-то как будто мы должны это сами делать мы такие же люди как и все мы также страдаем также терпим и меняем каблучки на плоскую подошву потому что ходить на каблуках очень сложно по перепадам вот этим скользким поэтому давайте крепиться весна все-таки будем будем надеяться что все растает и проблема решится само собой будем наслаждаться и и плюсами и минусами пресс-секретарь президента россии дмитрий песков поздравил женщин с наступающим 8 марта традиционно разослав открытки по электронной почте впрочем кому именно они адресованы неизвестно весна пришла скоро все закончится и все будет хорошо говорится в тексте поздравления дмитрий песков также пожелал представительницам прекрасного пола солнца здоровья счастья и красоты а вот что должно закончиться не уточнил японский миллиардер и космический турист который в 2023 году летит на луну набирает людей в свою команду критерий всего два нужно рассказать чем ваш полет будет полезен для общества а еще вы должны быть хорошим человеком уметь работать в команде и поддерживать других в таиланде военные моряки спасли четырех котиков с горящего судна корабль загорелся и начал тонуть в андаманском море экипаж прыгнул в воду а котиков оставил на борту моряки обнаружили хвостатых когда прибыли проверить возможный разлив топлива один из них доплыл до судна и перевез животных на спине на свой корабль теперь с котиками все хорошо к нашему соседскому вайфая подключилась косметолог валентина гевцы и мы с вами обсудим стандарты красоты вот ты как косметолог что можешь сказать о стандартах красоты потому что мне кажется что стандарты красоты сегодня они все-таки идут в сторону естественности уходят вот эти губы уходят вот эти скулы ногти помните да ногти выносили еще до 15 лет назад и брови брови ниточками такие были вот расскажи как меняется все ногти стали короче однозначно дизайнов стало меньше все стало более естественно как мне кажется ниточки превратились в более широкие выразительные брови сейчас вообще индустрия в этом плане такой новый виток приняла на самом деле разделение такое пошло то есть когда я в 2001 году училась после медучилища заканчивал медучилище наше потому что жесткое требование косметологии это наличие медицинского образования закончила медучилище и пошла учиться на косметолога на курсы в нижнем новгороде мы были как бы скажем на выходе специалисты широкого профиля то есть нам давали очень много знаний сейчас все-таки идет такое некое разделение есть эпильеры те которые только эпиляции занимаются есть как их не обидеть наверно lash мастеры lash and brow то есть те которые занимаются ресничками бровками архитектура моделирования вот то есть они нам делают красивый взгляд выразительный у кого-то немножко удивленные там и так далее а вот а эстетика она как-то вышла на такой уровень что тоже некое разделение пошло все-таки до такой определенный виток сейчас последние годы более к естественности натуральности но это не говорит о том что ты с утра проснулся вот люби меня такой это немножко разные вещи на самом деле проснулась красивая ну и прекрасно но с возрастом к сожалению появляются проблемы всегда и у всех а вот и чтобы просыпаться красивой вот сразу просыпаться красивой нужно что-то сделать вот расскажи какие-то вот такие минимальные лайфхаки может быть которые нужно сделать профессиональных косметологов с чем к тебе приходит чтобы но все равно хочется просыпаться красивый для нас наверное на домашечки какие-то надо делать обязательно но не надо бросаться во все тяжкие вот минимум расскажи про минимум обычный Я всегда говорю своим клиентам, и они уже в курсе, и вновь приходящие всегда ждут какого-то чуда от визита к косметологу, что вот я сейчас схожу, этот курс сделаю и задвину эту в дальний угол. И Фиона из Огры превращалась в принцессу, да? Да, на полгода, например, да? На полгода, на год. Дальше там я посмотрю, как, чего будет, и, может быть, что-то косметолог опять придумает. А что так не работает? Не работает. В общем-то, на самом деле, мы прекрасно знаем, здесь, наверное, сравнивать можно с телом лицо, в том плане, что физика тела лица меняется ежедневно, к сожалению. Да, то есть ты в какой-то день встала, ты бодрая, весела, ты побежала, полетела, у тебя энергия, и ничего не болит ни спина, ни ноги, ни руки, все прекрасно. Это было 15 лет назад, Валя, последний раз. Вот. Физика меняется. Мы в спортзал же ходим как? Мы же не ходим курсом. Походили 15 раз и на полгода задвинули спортзал. Ну, такое тоже, конечно, бывает, но мы сейчас говорим о нормах, как бы, да, чтобы постоянно держать себя в норме. То же самое относительно лица касается, естественно, да, нельзя делить лицо, тело ни в коем случае, нельзя быть красивым лицом и нездоровым телом. Это невозможно просто. Это как раз относится к той серии. Накачала губки, накрасила, сделала микроблейдинг бровок, и вот я вся красавица такая. Работает такая схема в юном возрасте. Дальше она уже не работает. А давай вернемся к минимуму. Вот, допустим, как часто нужно ходить к косметологу? Давай возьмем группу, возраст, ну, вот район 30 лет. Вот 30 лет, когда уже пора следить за собой. Ну да, обычно 30 плюс, как-то в основном люди целенаправленно уже, почитав, пообщавшись со знакомыми, уже начинают что-то делать. Но здесь, опять же-таки, при первом визите очень часто есть такая схема, что я готова на все. Все, делайте со мной, что хотите. Вот только верните мне все-все-все, какая я молодая, красивая была. Подтянуть, да, подтянуть. Это прям просто, вот любимая. Да, да, да. Подтянуть овальчик, значит, поднять бровки и так далее, и так далее. Вот. Всегда разговариваю с клиентами на тему, что, а что вы делаете дома? А что нужно делать дома? Что нужно делать дома для того, чтобы поддерживать себя всегда в хорошей форме, быть свежей, красивой. Это элементарный домашний уход, который, в принципе, и сама можешь подобрать, потому что, кроме самой тебя, никто тебе, в принципе, и не подскажет, какая умывалка лучше подойдет. Здесь методом проб и ошибок. Но, естественно, это ритуалы утренние и вечерние, которые мы начинаем с умывания, тонизации, и финальные средства наносятся на лицо обязательно. Особенно вот в период, как сейчас, март, то есть у нас уже активный солнце, лежит снег, вот это вот отсвечивание лучей, мартовское солнце вообще считается наиболее активным весеннее. А СПФ-фактор вот это, я говорю. Да, какой-то, но не менее 25. 25 СПФ? Да, 25 СПФ, это средний городской фактор. Ничего себе. Он у тебя может находиться в пудре, он может находиться, сейчас очень популярны дневные уходовые средства, которые содержат уходовые компоненты, такие как пептииды, аминокислоты, витамины, антиоксиданты, которые необходимы для кожи. То есть все, что вот вкусное, нужное. Вот. Солнцезащитный фактор обычно содержит. И плюс еще такие вот мульки пошли в последнее время, этот крем может быть более плотным, как тон эффект, кому нравится тональным пользоваться, чтобы не покупать дополнительные средства, как декоративную косметику. Либо это может, кто не любит плотный тон, это вуалька какая-то. Еще есть у них такая тоже фишка сейчас у многих фирм, жемчужная пудра. То есть когда ты не любишь тональный эффект, но ты хочешь, чтобы у тебя лицо сияло, не блестело, а вот именно сияло, а вот жемчужная пудра, она как раз дает такой очень красивый эффект сияющей кожи. А СПФ, она вообще как-то суммируется, если у меня, например, здесь 15 СПФ? Все-таки одно средство должно быть, да? СПФ не суммируется, конечно, конечно. Поэтому здесь просто нужно посмотреть. В пудре, как правило, не очень высокий СПФ. Поэтому, наверное, это больше... Без базы какой-то не обойтись. Да, без базы не обойтись, либо это ты знаешь, что ты будешь в офисе находиться. Активный солнечный день, а уже как-то полдень ты выходишь, такого солнца палящего нет и так далее. Естественно, когда мы выезжаем куда-то в солнечные и горные края, где активное солнце, там мы стараемся брать СПФ повыше. Вот. И для тела, в принципе, все то же самое. Если мы выезжаем куда-то на морюшко, то... Ну, я рыжая, у меня СПФ 50, это прям моя норма. Иначе я не выезжаю просто на море. Конечно, 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 обязательно. Это утренний ритуал, да? То есть мы умылись, протонизировали кожу. Ни в коем случае нельзя... Тоник почему-то очень многие игнорируют. Тоник, лосьон, тонер... Он пяш восстанавливает, да? В общем, да. Он очень хорошо восстанавливает. Он на утро идет, да, лучше тоник? Это у нас сейчас утренний уход, да. То есть мы умылись, протонизировались, нанесли крем. Если у нас уже начинается весна, лето, начало осени, то мы берем еще, естественно, финальные средства, фактор защиты от солнышка. Вечерний уход у нас начинается тоже с самого. Это та же самая рутина, это та же самая умывалка, та же самая тонизация. Но все-таки по последним таким данным крем мы вечерний уход не берем. Вот это новость. Мы берем сыворотку. Ночные крема в топку? В топку для всех, кроме истинной сухой кожи. Истинная сухая кожа берет крем. А у меня, я на ночь... Не путается безвоженный. Я беру на ночь сыворотку и крем. Это вообще прям, да, плохо, наверное. А что за истинная сухая кожа и безвоженная? Истинная сухая кожа, с обезвоженной, да. Просьба не путается. Интересно. Почему? Потому что истинная сухая кожа на самом деле встречается крайне редко. Ну, ее прям видно Она очень любит крем Все как в песок И утром, и вечером, и летом, и весной, и зимой Это, конечно, зимой вообще она очень страдает А в остальном все-таки, в принципе, встречается нормальная Жирная комбинированная кожа Но она, как правило, у нас еще приобретает такой статус обезвоженности Особенно в нашем климате, когда осенью у нас включается отопление Ой, это прям вообще катастрофа Все, отопление и холод на улице, к сожалению, вот приводят Вот эти перепады температуры, они приводят к таким проблемам То есть можно перепитать, что ли, как-то кожа? Нет, дело не в этом, не перепитать Дело в том, что на фоне вот этого отопления У нас не хватает увлажненности воздуха И если мы даже включаем увлажнитель Это не гарантирует, что этого будет достаточно Мы не можем проконтролировать этот процесс Ну, конечно Вот, и поэтому на фоне вот крема Не для сухой кожи, а для всех остальных Мы получаем утренний отек Вот очень часто женщины не могут понять Слушайте и записывайте В чем дело и почему вообще это происходит Я, в общем, все делаю Вот все, но не получается Вот с утра встаю, вроде бы кожа хорошая Все, вот все хорошо Не тусклая, не сухая, не обезвоженная Ну вот отекаю и все Из-за крема Из-за крема Вот это да Во-первых Во-вторых, как раз почему-то не любят Очень пользуются, игнорируют лосьон-тоник А вот именно эта ступень ухода Нам дает возможность использовать крем В том количестве, в котором необходим То есть, смотри, я снимаю макияж Потом я смываю остатки средства Бицеллярка, это не демакияж Это не умывание Да, 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 не очищение Потом идет тоник, потом сыворотка и все Да, и мы ложимся спать А ночные маски, например? Ночная маска, это та же самая сыворотка То есть, это просто так называется Ночная маска Ну, как-то надо Деньги зарабатывать Деньги зарабатывать, развлекаться как-то надо Предлагать новые товары там и так далее Ну, это просто продажи Да, это просто продажи, как-то и не назови Знаешь, еще хотела спросить про тканевые маски и патчи К ним вообще неоднозначное отношение Кто-то их хвалит, кто-то говорит, что вот Особенно патчи, они как будто Оттягивают кожу, наоборот, на глазах Ну, нет Я не думаю, что она оттягивает Ну, это экспресс-уход То есть, вообще все уходы разделяются на Ежедневные уходы, еженедельные уходы И экспресс-уходы Это вот прям такая вот база, которой мы пользуемся То есть, вот мы обговорили утренний-вечерний уход Еще чуть-чуть момент такой Значит, вечерний уход мы не наносим красиво перед зеркалом И ложимся в постельку, ныряем А все-таки это делаем не менее чем за час до сна Потому что, опять же-таки, сыворотки Да-да, нам нужно не подушку напитать И сделать ее красивой Сделать красивым свое лицо Дать возможность сыворотке поработать Впитаться И потом уже лечь спать Вот А все маски, пилинги Мы делаем раз Маски можно два раза в неделю делать Если хочется быть перед каким-то событием красивым То да, в принципе, вот эти нетканные маски Которые пропитаны гелем Как правило, которые содержат гиалуроновую кислоту Но это экспресс Вот ими часто пользоваться нельзя Они работают Не то, что нельзя Наверное, неправильно Но неуженно Бессмысленно Они работают только на поверхности Вот они работают здесь и сейчас То есть, вот мы ее наложили Мы с ней там полежали Она, значит, охладила кожу Напитала верхний слой Разгладила все эти мелкие морщинки Вот Все И на эту базу уже можно как бы какой-то макияж На выход куда-то пойти Либо это полеты, перелеты Тоже вот все вот эти кондиционируемые помещения И как бы без проблем После этого прямо вот и хочется что-то такое на лицо Ну да, да, да Вот А к еженедельному уходу у нас относится Это пилинг лица и маска Маска по типу кожи Мы обычно берем одну-две маски Вот Конечно, в нашей полосе осенне-зимний И весенне-летний уходы Они отличаются Прислушивайтесь к себе Вы по своим ощущениям все сразу поймете Чего не хватает Увлажнение, питание Ну, увлажнение, в принципе, мы берем всегда Потому что Обезвоженность кожи зимой связана с отоплением и холодом А летом она связана, естественно, с солнцем Особенно кто любит загорать А вот вопрос еще такой, да Как к косметологу С чем чаще всего обращаются Сейчас Какая процедура сейчас в топе Если мы говорим о том, что все переходит на естественность Уже нет этих диких потяжек Там каких-то губ и так далее А с чем тогда приходят? Ну, все равно Делайте мне что Да, все равно Ой, ну, наверное, подобное притягивает подобное Поэтому вот у меня как бы клиенты Те, которые Пациенты, клиенты Те, которые Зачастую приходят с чувствительной кожей С кожей запеленгованной У нас очень буквально недавно Были крайне популярны Поверхностно-срединные пилинги Которые вызывали Визуально Очень такие эмоции у клиентов Там отек, отшелушивание кожи Пластами Все это активно И почему-то У людей возникло такое мнение Ну, это, наверное, наша ошибка Как специалистов Скажем так Что чем сильнее Облазит кожа Тем лучше Эффективнее прошла процедура Ну, типа я как змея А сейчас старую сниму И буду под ней молодая И красивая Да, да Вот она женская народнатура-то вылезает Змея Чем больше, тем лучше Посильнее Дверь с ноги Я готова, да Полейте меня кислотой И, к сожалению, на выходе Мы получили Есть такая Фраза Отдаленные последствия То есть через несколько лет Мы получили кожу, которая просто Ничего себе Которую надо сейчас восстанавливать Да, которая реактивная Чувствительная Куперозная Пигментные пятна В общем, проблем очень много Но Скажем так В оправдании Возможно Но это не у всех так было, конечно Ну, вот Но у большинства, конечно Клиентов В оправдании, могу сказать С развитием косметологии Мы тоже развиваемся Учимся Ну, конечно И получаем Да, то есть мы Ребята, мы не знали То есть вот как-то так Вот Поэтому от таких Процедур сейчас отказываются Самая любимая Самая ходовая процедура Конечно, у каждой женщины Это уходовая процедура Которая включает в себя Массаж По проблеме Да, по проблемке Какие проблемки Да, релакс Вот И, соответственно, на массаж Уже накладываются Вот И умывание И пилингование И маски И сыворотки Вот это вот Все-все-все И плюс, конечно Огромное спасибо Вот, например Моим менеджерам С кем я работаю Кто меня поддерживает Вот Постоянное обучение И Если раньше Как-то Ну, может быть Тоже хотели оставить Клиента в покое Чтобы он с маской поспал Там Отдохнул Но еще редко получается Мы сразу в телефон Начинают лезть Там вот Глаза не заделаешь Если альгина Там все Мы сразу на связи Вот Не отдыхают Поэтому не оставляю Своих клиентов Стараюсь все-таки В это время быть с ними Да, то есть Есть еще ручки Можно что-то еще поработать Комплексные В ракуковой зоны Да Как бы Человеку это очень приятно Это внимание И плюс Это дополнительный Такой Релакс для человека Ну и полезность Само по себе И, Валя, еще такой важный вопрос Когда прибегать уже нужно К каким-то инъекционным методикам Типа ботокса В какой момент И нужно ли И нужно ли Или можно вот как раз Массажем Массажем обойтись Лица подтягивающими Какими-то, я не знаю Еще процедурами На самом деле Контурная пластика И эстетика Вот как-то тоже Все время их разделяли И люди Клиенты Женщины Тоже всегда делятся Там Что на этот массаж ходить Ерундой заниматься Деньги время тратить Я сейчас пойду Я уколов не боюсь Я просто уколюсь Мне сейчас тут подтянут Скулы Значит, губы подбородок Углы молодости И все В принципе Вот И, конечно же Вторая половина Нет-нет-нет Ни в коем случае Даже мне ничего не говорите Все по показаниям То есть нужно смотреть Если на самом деле Есть проблемы И тебя это беспокоит Все одно дело Если тебя это не беспокоит В принципе И все Вот я такая И не хочу ничего делать Колоть Ради бога Вот Если ты хочешь Если тебе это Просто нужно найти Правильного специалиста И с мимическими морщинами Например С ботулотоксином И в 20 с копейками лет Обращаются То есть есть Такие проблемы Это же мимика То есть она нам дана А то есть Еще такой момент Я начала колоться И все Я уже не слезу с иглой Нет, конечно Нет-нет-нет-конечно Ничего подобного В этом нет Это неправда Если процедура Выполнена корректно Грамотно То Например С токсином На самом деле Если хороший специалист Тебе попался То Спрыгнуть с иглы Можно в любой момент Вопрос Захочется ли тебе это Другое дело Если появится Такой специалист Который Несет Он же несет тебе информацию Как это нужно делать Мы же как Клиенты Мы же не в курсе Мы верим Конечно А кому верить И если попадется Не дай бог Доктор Который Давай-давай Еще Аккуратно Нужно с этими Процедурами Очень Потому что Есть некоторые последствия Очень неприятные Все упирается В грамотный выбор Специалиста Будьте внимательны При выборе специалиста Идите только К добросовестным Косметологам Тогда вашу красоту Ничего не испортит Я считаю Валь, спасибо тебе большое Очень много интересного Даже для себя узнала Я уверена Что наши телезрительницы Прекрасные Тоже что-то полезное Для себя узнали Были рады видеть Тебя у себя в гостях Надеемся Что не последний раз Поздравляем тебя С праздником 8 марта И вообще Очень благодарны тебе За то, что ты Несешь красоту в массы Ну а с вами Дорогие друзья Увидимся ровно через неделю Пока-пока Пока-пока